Приветствую, друзья! Вот погоды поменялись, это как называется сезонное обострение. Всегда бывает, когда резкие перепады. Ну, там было, допустим, 15-20 градусов. Менса стало 2 или 1, или наоборот. И постоянно я об этом говорю. Для новичка, пожалуйста, 10-12 дней каждый день определяйте 4 параметра погоды. Записывайте как дневничок. Это первое. Температура для магнитной обстановки, атмосферное давление, и дождь, ветер, ну, или снег, если там осадки. Так вот, записывайте, и вы вдруг узнаете, что вы на что-то реагируете. Это даже для тех, которые думают, что у него вообще-то ни на что реакции не бывает. Причём тут погода, а у него, допустим, паники. Но он не понимает, что одна с другим связана. Послушайте, что такое осознание? Что такое понимание? Человек не может ничего понимать, когда находится в своей доминанте. Если вас накрыла паника, страх, если вам плохо, если в этот момент вам кажется, что всё валится на вас, если всё, ну вот, как говорится, крышу срывает, и не знаете, что делать, потеряли точку опоры. Полная неопределённость, потому что, что бы вы в этот момент не сделали, вы надеялись, что сейчас станет лучше, легче, свободнее, спокойнее, а в этот момент вы сделали, ждёте результат от вашего сделанного усилия, оно не помогло. И вам ещё хуже и хуже, и вы падаете, падаете, и это бездонность, это такой колодец, и там так жутко, там трясёт, и там могут быть слёзы, и тихие нервные, и там дрожание, и вообще не знаешь, что делать, и кажется, что вот-вот-вот сейчас умрёшь, вот такое тяжёлое состояние, и забываешь, что уже так было много раз. Много раз так было. И в этот момент, когда тебе плохо, надо сразу вспомнить и сделать, понажимать, понажимать все пальчики, хотите вот отсюда вот так прям ноготочками понажимать, чтобы больно сделать себе на десяти пальцах, чтобы мозг, кроме этой доминанты, в которой вы находитесь, страхи, и забываете всё на свете, вам плохо, чтобы в мозге появилась вторая доминанта от этих болевых сигналов. Да, десяти пальцев. Это скорая помощь. И десять этих сигналов, как нашатырный спирт пробуждают вас, и вы выходите из этого панического состояния. Почему? Потому что по работе мозга теперь мозг распределяет энергию не на одну доминанту, а на две. И мощность той доминанты уменьшается. И вы выходите из этой доминанты страха на свободу. И оглядываете, думаете, вот, ну, интересно я делаю, вот, пять минут назад был страх, а сейчас как-то яснее стало, свободнее стало, спокойнее стало. Это называется узелки на память. Кроме этого, вы делаете ещё разминание шеи и ушей. Разминаете ушки. Короче говоря, друзья, всё это я на каждом ликбезе по два с половиной, три часа на бесплатных ликбезах. Записи висят. Канал у нас, метод.сояви, вот там на главной странице канала висят все записи вот этих бесплатных ликбезов. Посмотрите, как люди этим пользуются. Там они в зум выходили, делали упражнения левитационные, делали упражнения хлёст, лыжник, шалтай-балтай, подбирали себе то действие, которое им подходит. Это главное. Вот сейчас я смотрю самых разных авторов, самых разных. И Хартоле я говорил, и сейчас только смотрю другого автора. Все говорят об одном и том же. Все говорят, во-первых, другими словами, о том, что когда вы находитесь в эмоциональном состоянии, вы ничего вокруг не слышите, не видите, потому что у вас доминанта. Это я уже перефразирую на язык научный. У вас доминанта, вы как бы в изоляции, вы автомизированы, и в этом состоянии, если у вас доминанта страха, то, конечно, у вас паника. А на что имеет ещё какую способность? Генерализации. В этот момент, когда вам плохо, вам кажется, всё, вот сейчас умрёшь, сейчас упадёшь, сейчас инфаркт будет, сейчас будет, инсульт, и всё. А вот так поделаешь, 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 вот так, ушки разомнёшь, потом ручку положишь на другую ручку, вот так, и немножко здесь разомнёшь, найдёшь точки болевые, немножечко помнёшь, а потом отпустишь голову и выйдешь на волну. И волна, и стани, и пой себе то, что тебе в голову приходит, и выговаривай все то, что тебе в голову приходит. Любая мысль, которая в голову приходит, пропускай её, выговаривай, пропивай, прошептай, и выходишь ты из этого, ну волна там тоже есть, посмотрите, пожалуйста, целебный ролик, помоги себе сам, На ютуб канале откройте, целебный ролик, помоги себе сам. Там десятки, сотни тысяч рублей это бы стоило, если бы выходили на какие-то занятия, а это вам бесплатно даётся. Посмотрите, целебный ролик, помоги себе сам. Да. Ещё, у нас будет вебинар, у нас будет вебинар, Новый год без забот. Да, посмотрите, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы были здоровы, любили друг друга, как говорил Святой Франциско, да, говорят, что очень много людей хотят, чтобы все были здоровы, любили друг друга, чтобы вы понимали, что любить можно, тогда, когда вы находитесь в хорошем состоянии, здоровом быть, когда вы свободны от штампов, шаблонов, стереотипов, страхов. поэтому я вам рассказал, когда вы в эмоциональном состоянии, будь то страх или влюблённость, будь то заинтересованность, это доминанта. Почему? Потому что доминанта – это фиксация внимания, заполнение внимания. когда вы, когда вы ничего кроме этого, что у вас сейчас есть, не видите, не слышите, ничего не вижу, ничего не слышу, а поэтому вы немножко пропускаете все мысли через себя, не прогоняйте их насильно, а пропускаете через себя на фоне колебаний или приёмов левитационных. Там это всё есть, посмотрите, пожалуйста. И на вебинаре у нас будет 27 числа 20 часов. Пожалуйста, друзья. Да, друзья, всё будет хорошо. Вот увидите. До встречи.